Треста спортсменов из 15 регионов съехались в Люберцы на первый межнациональный турнир по каратэ имени героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Соревнования в триумфе приурочили к 85-летию легендарного командира группы А КГБ ФСБ России. Зрелищное открытие турнира зрителям устроили специальные гости, бойцы отряда специального назначения, спортивные клубы и кремлевский полк президента. Поучаствовали в церемонии и особо значимые персоны, руководитель национальной ассоциации каратэ, генералы спецподразделения, группы Альфа и конечно тот, чьим именем назван турнир, герой Советского Союза Геннадий Зайцев. Застойные моменты из профессиональной жизни генерал-майора и основателя группы Альфа гости турнира увидели в холле на тематической фотовыставке. А на торжественном открытии турнира Герою Советского Союза Владимир Ружицкий вручил почетный знак за заслуги перед городским округом. Когда мы привлекаем таких людей, проводим эти мероприятия под знаком таких умудренных легендарных личностей, то спорт приобретает некое смысловое значение. Ставим задачу вовлечь в спорт самых разных молодых людей, потому что кто-то из них будет, возможно, профессионально заниматься спортом, кто-то будет служить, работать. Глобальная цель межнационального турнира по карате – патриотическое воспитание молодого поколения и кто, как не легендарный военнослужащий, подаст пример будущим защитникам Родины. Мы в них вкладываем здесь фундамент шести лет, чтобы они уже знали, впитывали как губ. Потому что нашим ребятам, я считаю, мое личное мнение, не до конца хватает патриотизм и гордость за тех людей. Геннадий Николаевич является основателем защитников специального подразделения. С удовольствием общается с детьми, проводит беседы с ними, рассказывает о своих подвигах. И здесь он доступен, и любой ребенок может подойти, пообщаться и прикоснуться к нашей истории, живой истории. На соревнования съехались спортсмены из 15 регионов. Самая многочисленная делегация Люберецкая – один из 100 участников, лауреат и призер всероссийских соревнований Артем Семакин, который гармонично совмещает учебу и танцы с каратэ. За спиной у мальчика 14 турниров, и от этого он ждал только победы. Потому что там отличные удары, их можно использовать в реальной жизни. Если на меня нападут, я двойку или сменку. Участники показали свое мастерство и сразились в 37 категориях. Главные призы соревнований – Кубки Героя Советского Союза – получили команды из Тулы, Люберец и Лыткарина. Организаторы планируют сделать соревнования ежегодными. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова